здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала с вами снова елена и канал женские секреты ровно неделю назад я показывала посев питуней и вот сейчас такие дружные у меня получились всходы вот здесь у меня питуней от биотехники и партнера вот эти вот это вот ряд 3 6 10 18 то есть вот это партнеровские семена серия shockwave изи wave те семена которые у меня оставались с прошлого года остальные от биотехники тайфуны тайдалы я их сеяла по 2 семечки апр годнее сеяла по 3 тут и видно где по три семечки взошли где по 2 ну вот этот вот пятерочка это даже не знаю что не очень так хорошо здесь росточек появляется то есть схожесть в принципе очень даже неплохая здесь у меня семена вот эта сторона аэлита это микс и ампельных серия есть там джаконда 3 color кто смотрел мое предыдущее видео по себе я показывала где какие сорта и вот этот 42 эта серия селебрити от биотехники многоцветковая и вот эти это биотехника семена многоцветковых петуни это полосатые и со звездочками но вот надо сказать что у биотехники конечно они помощнее чем у аэлиты но в тоже время не все вот тут вот это вот партнеровская 18 вижу девятнадцатая партнеровская так 10 10 вот это семена которые у меня хранились с прошлого года но тем не менее они взошли и и слава богу и потом я еще сеяла одну плошку не показывала посев семена проф семена хоть их и нахваливают в биотехнике это очень дорого эти я покупала с рук но в ручной фасовки принципе схожесть тоже очень очень хорошая я хотела посеять по одной по две семечки но так получилось что когда я вытащила пакетики два пакетика там семена были раскрошенные то есть гранулы сами раскрошились поэтому вы посеяла по все и я их заказывала по пять штук это серия easy wave shock wave тайфун то есть схоже тоже в принципе неплохая там кое-какие еще прорастают но прорастают единственное вот это вот плохо взошла это и это бургундистар это со звездочкой вот она как раз и было больше всех пострадавшие раскрошенной может быть что-то туда не доложили так и вот это 22 я не помню какой сейчас сорт внутри всхода в любом случае есть видно что раскрошенная бы если где-то остались шапочки то их нужно проливать то есть вот такие чтобы они могли раствориться сейчас что нужно сделать сейчас нужно обязательно почву подрыхлить и как бы немножко подокучить берем зубочисточку и аккуратненько вокруг делаем вот такое легкое рыхление чтобы корешкам лучше легче было зацепиться и как бы немножечко подокучить росточки иначе они могут завалиться чтобы они не не тянулись сейчас им нужно срочно снижать температуру поэтому отстающих я ждать не буду переставляю их на стеллаж на два этажа ниже я уже показывала свой стеллаж верхней у меня этаж там круглосуточная подсветка и там более тепло внизу подсветка идет 14 часов в сутки хороший свет яркий но температура за счет того что ночью там выключается и ближе к полу там температура конечно пониже пока они у меня посидят также под колпаками потому что вот открыла 15 минут они проветрились и уже начали паникать то есть им пока еще они не привыкли к свежему воздуху но проветривание нужно делать регулярно что можно сейчас им дать сейчас им можно дать любой укоренитель развести по инструкции я пользуюсь вот таким корнесилом мне очень нравится один колпачок разводится на пол литра воды я наливаю такую пипеточку и вот так аккуратненько подрасту под каждое растение даем им вот эту подкормку для усиления корнеобразования если корневина нет можно развести монофосфат калия тоже будет очень хорошо и фосфор благоприятно влияет на развитие корневой системы но монофосфат калия там смотрите по таблице принципе тоже очень хорошо для молодых всходов больше пока подкормок никаких делать не нужно до момента пикировки но вот такие растения в принципе можно уже и пикировать но это очень трудоемко пока они друг другу не мешают пусть сидят в таких плошках главное им хорошее освещение ежедневное проветривание и поменять световой режим то есть сделать им день и ночь после того когда появляются уже там 2 4 пары листочков немножко растения окрепнут нужно будет сделать подкормку подкормку можно будет делать любым комплексным удобрений составом для комнатных растений но ее нужно обязательно развести в концентрации в 2 а то и в 3 раза меньше нежели заявлено на упаковке можно взять фертика кристаллон для цветов в порошке развести и вот до пикировки пока на этом уход весь то есть рыхление проветривание и досвечивание и снижение температуры иначе они все по вытягиваются и попадают ну вот такие у меня получились сходы я вообще всходами очень даже довольно достаточно дружно не буду ждать отстающих но вот эту можно таблетку оставить допустим еще на свету на некоторое время но два всхода есть третий просыпается я думаю что этого вполне достаточно ну а мы встретимся на пикировке не забудьте подписаться на канал кому было интересно и полезно ставьте пожалуйста лайки с вами была елена и канал женские секреты всем удачи и до новых встреч удачи 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok